Гигантские симфонические змеи получаются не только в результате и не столько в результате большого количества повторов принципы дополнительности, которые господствуют в крупной форме Брукнера и это тоже такая отличительная особенность, родовая примета его музыки Брукнер ведь был органистом превосходим органистом-импровизатором, неорганистом-композитором в отличие от Сезара Франка, который был блистательным импровизатором на органе по свидетельству услышавших его, даже его импровизации превосходили записанные органные композиции а в случае Брукнера, так то, что он оставил на бумаге для органа его ранние прелюдии и фуги, ну эта музыка могла бы и не существовать и это мог написать кто угодно, кроме Брукнера а вот его искусство органиста, о нем можно судить главным образом по его симфониям это логика органных импровизаций, террасообразная динамика, излюбленный прием Брукнера-симфониста масса тутийного звучания и вот это ритмическое накопление энергии, вдруг обрыв, повисающая пауза и идет так называемый гезангруппен тем, да, побочные лирические темы как переключение вот с мануала на мануала органа, с разными объемами звучания или с помощью механического приспособления, которое позволяет им, да, мгновенно перейти поменять объем звучания и краски и, конечно, вот эти вот периоды чисто ритмических повторов накопления энергии это ведь тоже прием импровизатора, который, играя, да, повторяя одну фигуру вот это ему время для обдумывания, что будет дальше, куда пойти после этого многократного повторения фигуры но и понимание музыкальных идей и тематической субстанции и, собственно, развития оно тоже в духе, во-первых, старинного барочного развертывания такие длинные темы по принципу дополнений, вариантов вариаций которые занимают, к тому же, это, кстати говоря, потом повлияло на Густава Малера на его симфонические мелости, занимают многооктавное пространство и вот эти излюбленные брукнеровские движения прямом, такие прямые линии, да, в одном направлении прямолинейные движения и гаммами, и по звукам аккордов вот, интересно в этом смысле, с Керцога из как раз неоконченной девятой симфонии как раз неоконченной девятой симфонии как раз неоконченной девятой симфонии но уникалья без армии Субтитры создавал DimaTorzok 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 К этому еще вернемся Вот это, казалось бы, совершенно противная симфонической логике Развертывания в духе то порочного фортшпиннанга То импровизационных и танцевальных таких фигур повтора В многооктавном диапазоне, где, кажется, движение не встречает никакого препятствия, никакого сопротивления А нужна в крупной форме логика диалога, логика противодействия, противоборства Она, конечно, дается во многом гармонии Тем самым вагнеровским новым типом тональности Мажора минор, расширенная тональность С ее витающим, снятым, парящим тональным центром Все время смещающимися Вот это, пожалуй, спасает симфонические формы Брутнера Но вот этот парадокс, да, сочетание несочетаемого И бесцезурность в духе Вагнера, долгие построения При этом отчетливые цезуры по горизонтали все голоса Как в барочной фигуре обрупцию, да, внезапный обрыв, повисающее молчание И далее продолжение или завершение Вот это качество материала, который по своей природе не симфонический Он либо барочный, либо, как заметил Ганс фон Бюллов Который проигрывал в 1865 году по партитуре Первую симфонию доминов Брукнера Воскликнул, да ведь это же драма На что сидевший рядом Брукнер сказал, да, да, именно так Что это значит? Да драма это опера, это не симфония Вот смысл возгласа изумления Ганса фон Бюллов Это как опера Вагнера И действительно, первая симфония, она вся, ну, там, прямое Как бы заимствование изувертюры к там Гейзеру Вагнеровскому И принцип монтажа, неожиданное переключение Многорамплисажного материала, материала заполнения Музыка бури, да, вот всякое мельтешение Блестящей инструментальной техники Арпеджий, октав, гамма по многооктавному диапазону И, конечно, в этом тоже чувствуется заполнение Духи колорированных контрапунктов органиста-импровизатора Однопразие таких экстатических кульминаций Их очень много В этом чувствуется влияние музыки Шубарта Такой шубартовский тон, да, кульминации Вот их очень много, они на каждом месте И вот эта интервальная тематическая субстанция симфонии Она, конечно, тонет в рамплисаже Ее практически здесь нет Первая симфония, по сути своей, это поэма Это очень оперная музыка И реакция Ганса Фундулова была безошибочно точной Это драма, это не симфония Но Брукнер быстро исправился И уже вторая симфония Это, конечно, уже как небо и земля по сравнению с первой Здесь он уже лучше понимает, что должно быть в симфонии Все начинается с кратких отрезков и собирается в протяженные его любимые линии Конечно, он очень быстро к ним приходит И есть интервальная музыка Есть много пауз, проезжающих, уже делающих синтаксис мелким Не таким вот крупным, да, прилично брукнеровским Когда крупные разделы разделены паузами генеральными А вот внутри группы, внутри партии Во второй симфонии иногда называют симфонии пауз Там действительно много пауз Но, честно говоря, любая симфония Брукнера Это симфония пауз Без этого невозможно И в дальнейшем, конечно, симфоничность кристаллизуется в лучших поздних симфониях Брукнера В особенности в седьмой, в девятый даже в большей степени В седьмой, в девятый Но все-таки главное качество, качество драмы И соответствующий материал Это никуда не уходит, это не может Брукнера ставить Его привязанность к такому типу начала Даже четвертой симфонии Одной из самых популярных Которую, если играют у нас То наверняка это будет четвертая симфония Брукнера И очень любят у нас играть А ее я, кстати, не нашел Возьмем тогда Возьмем седьмую Возьмем седьмой Это оперная музыка Театральная Тремолирующий фон струнных Это, конечно, регламент какой угодно Только не симфонический Оркестровой музыки Вот как отреагировал Брамс на скрипичную сонату Патыревского Это прекрасная концертная пьеса Но это не камерная музыка Это отлично оркестровая музыка Павильная, операторная, но это никакая не симфония И вот это самая гигантская змея Подражение Брамса На ее фоне долгая и многоактатная канцелена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще, пожалуй, очень важное качество Дропнеровской симфонии Это такой мерный поступь музыки анданты В основе всех симфоний Дропнера, конечно, лежит ритм барочного анданта В шагающей музыки, в музыке вышагивающей, мерно, равномерно, поступенно Что бы ни было, да? И, наверное, это определяет, в общем, тон симфонии, любой симфонии Группнера Это симфония медленных темпов, медленных движений Симфония анданты и адажа И даже части, обозначенные Аллегро, они, в общем, либо начинаются, либо очень быстро модулируют в некое медленное движение, медленное состояние Ну и центром цикла оказывается не случайно адажа Симфония, из симфонии Аллегро, вот такая историческая эволюция получилась Благодаря и позднему Бетховену, и Шопарту, и в особенности Брукнеру Симфонию адажа, симфонию медленной части и медленных движений Которые уже пронизывают весь цикл, в том числе крайне быстрые части А барочные анданты, конечно, и в этом тоже выучка контрафунктиста, органиста Привязаны вот к такому бокально-полифоническому типу свенца